На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Опареньки на участках, где скапливается вода, начались работы по установлению дренажной системы. В настоящее время мы находимся на завершающем этапе. В Московской области стартовала премия губернатора «Мы рядом», когда-то носившая название «Наша Подмосковья». Наша задача, вот я вижу, в том, чтобы просвещать. В Ленинском городском округе полицейскими задержан местный житель по подозрению в краже автомобиля стоимостью свыше 2 миллионов рублей. За что вы задержаны сотрудниками полиции? 158 мая. В деревне Опареньки есть несколько участков, где даже после небольших дождей постоянно скапливается вода. Причина регулярных подтоплений – отсутствие дренажной системы. Сейчас на проблемной территории активно ведутся работы по установке системы водоотведения. Участок, расположенный возле магазина «Метро», – это самая низкая точка в деревне Опареньки. И вся вода с муниципальной дороги, а также с региональных трасс, в том числе и с полей, которые находятся за аэропортовской дорогой, собирается именно здесь. Совместными силами администрации муниципалитета МБУ «Дорсервис» и Видновского ПТО ГХ год назад для устранения проблемы на этом участке были установлены колодцы. Собирающие колодцы, связанные между собой трубой, и установлен насос погружного типа с перекачкой этой воды далее. Однако, объем воды здесь настолько большой, что справиться эта система, в принципе, не может. От постоянных подтоплений на этой территории страдают и местные предприниматели. Станислав Ашеров, собственник гостиницы в деревне Опареньки, рассказывает, что уже два года ситуация не меняется. Постоянно, после каждого дождя, после весной таяния снега, вода, идущая с полей, затапливает все наше здание, не дает работать. Проблема с водоотведением есть и на Каширском шоссе в дождливую погоду. По этой причине здесь часто затруднено движение автомобилей. Мы решили совместно с Дорсервисом усиливать все силы и выкладывать коллекторы до Купеленька река, где, опять же, мы на свои же средства потратили, сделали огромные траты коллекторы, там 330 метров. И полтора километра от Каширского шоссе до нефтмагистрали тоже на свой счет все это прикладывали, чтобы избегать от этих аварийных ситуаций. Работы по установке ливневой системы на этом участке начались две недели назад. Проводится, можно сказать, в текущем режиме без выходных, без проходных. И в настоящее время мы находимся на завершающем этапе. Я думаю, в течение двух недель все будет готово и сдано в эксплуатацию. Сейчас рабочие занимаются установкой водоотведения, параллельно идет благоустройство территории вдоль Каширского шоссе. Далее планируется расширение проезжей части и организация подъездных путей. На текущий момент мы видим, что проведена уже огромная работа. Здесь проложено порядка 400 метров тысячовых труб, погонных метров. Это в двухтрубном числении практически в два раза больше. Порядка трех километров пятисотой трубы погонных метров, опять же. Стоит отметить, что ливневая канализация сделана уже от выезда с Белокаменного шоссе до поворота на Володарское. Следующий этап – создать систему водоотведения вдоль Каширского шоссе от магазина метра до Молковского поворота. В данный момент вся вода с этой территории уходит через городские коллекторы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Московской области стартовала премия губернатора «Мы рядом», когда-то носившая название «Наше Подмосковье». С прошлого года она была переформатирована и теперь имеет четкую социальную направленность. С 21 июня соискатели начали регистрировать свои проекты на сайте. Многие жители Ленинского городского округа изъявили желание попытать удачу. Одна из них – руководитель общества диабетиков муниципалитета Елена Воробьева, о проекте которой расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. «Вместе мы сильнее» – с таким лозунгом Всемирной организации диабетиков по жизни шагают миллионы больных этим недугом жителей планеты. По признанию руководителя общества инвалидов диабетиков Ленинского городского округа Елены Воробьевой, именно общение и поддержка помогают справиться с болезнью. В этом году общественная организация отмечает 25 лет. Диабет страшен для первого и второго типа, он страшен осложнениями. То есть, если человек контролировать не будет свой диабет, это относится и к первому, и к второму типу, то будут кучи осложнений, которые, собственно говоря, приведут к ранней инвалидизации и ранней смерти пациента. Поэтому наша задача, я вижу, в том, чтобы просвещать, говорить о том, что это очень важно – вести самоконтроль. За годы существования общественной организации удалось очень многое сделать. Развивается просветительская деятельность, ведутся консультации специалистов, Члены общества занимаются самым пригодным для диабетиков спортом – скандинавской ходьбой. Вместе путешествуют и увлекаются творчеством. Среди людей с диабетом вообще очень много талантов. Очень много талантов, которые и поют, и танцуют, и пишут стихи замечательные. У нас же есть направление, одно из направлений – это творчество. Театральный кружок у нас образовался. То есть мы пишем такие незамысловатые сценарии и сами их воплощаем. То есть мы готовим костюмы, мы показываем, допустим, у нас успешно, так сказать, прошел спектакль в Центре социального обслуживания. Ленинская организация инвалидов-диабетиков одновременно реализует несколько успешных проектов. Создан чат «Равная поддержка», где люди, страдающие диабетом, обмениваются опытом. Проходят онлайн-семинары в рамках программы «Телемедицина». Для семей, воспитывающих детей с диабетом. Особенно это полезно для тех, кто болеет недавно или немножко давно проходил школу диабета. То есть это врачи в режиме онлайн-конференции проводили занятия по различной тематике. И помповой терапии, и правильное питание, и даже кулинарный практикум был. Весь накопленный опыт Елена Воробьева решила объединить в один обширный проект и подать его на соискание губернаторской премии «Мы рядом», которая как раз и направлена на реализацию социальных инициатив. Диабет стал такой пандемией 21 века. То есть заболевает очень большое количество людей. И если мы не будем обращать внимание на то, как мы питаемся, как мы вообще живем, то есть физические нагрузки, то есть я боюсь, что эта болезнь захватит большое количество людей. В случае победы Елена хотела бы продолжить развивать программу телемедицины. Ведь, по ее мнению, в это непростое время ограничений очень важно дать диабетикам возможность, не выходя из дома, получать консультации эндокринологов. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Продолжим тему с нашей гостьей, директором православного центра Тихвинской иконы Божьей Матери Людмилой Саратовцевой. Здравствуйте, Людмила Георгиевна. Здравствуйте. Я знаю, что в прошлом году вы как раз принимали участие в премии «Мы рядом», бывшей премии «Наше Подмосковье». Скажите, каковы результаты этого участия? Ну, нас высоко оценили. Мы получили самую высокую награду – миллион рублей. А что за проект вы представляли? Мы представляли проект по нашему центру. Именно вот то, как мы работаем, что мы делаем. Вот таким образом. Ну, тогда расскажите, как вы работаете, что вы делаете, для кого работаете, как давно? Мы работаем с августа 2015 года. Этот центр создан на базе детского санатория, бывшего детского санатория. Учредителем является настоятель храма Святой Троицы Дмитрий Шпанько. И благодаря ему 15 лет реконструировалось это здание. И вот в августе 2015 года мы открылись. За 5 с небольшим лет получилось, что прошло около более 100 семей. А что значит 100 семей? Это мамочки с одним ребенком, с двумя, с пятью детьми были такие, которым мы оказали помощь. Помощь осуществлялась в том, что мы давали им кров, мы давали им еду, одежду, помогали им социализироваться. Это значит, что мы помогали им или найти родственников, или устроиться на работу, или вместе съехаться и снять жилплощадь. Вот таким образом детей устраивали в школу, в детские сады. Хочу уточнить, наверное, для тех зрителей, кто совсем не в курсе вашей деятельности, что это все помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В сложной жизненной ситуации, да. Вот именно вот таких женщин мы принимаем. У них разные судьбы. Они все требуют помощи. Вот таким образом. Были какие-то, скажем так, неудачные моменты в вашей деятельности, когда человеку никак нельзя было помочь? Ну, вы знаете, есть такая категория женщин, которые ходят из приюта в приют. И им помочь, в общем-то, получается невозможно. Но мы работаем ради того, что даже одно какое-то... Вот у меня была одна подопечная, которая пришла к нам. Она родила у нас ребенка. Родила, мы ей дали, помогли ей получить работу. Не работу, а обучили ее маникюрному делу. Она обучилась у нас, уехала к себе на родину. Работала там, пока ребеночек был маленький, маникюрши. Потом стала нянечкой в детском саду, воспитателем. И вот год назад она мне позвонила и сказала, что она заведующая детского сада. Ради этого стоит жить. Это, конечно, здорово. Если не секрет, вот этот миллион, который получили в прошлом году, на что потратили? Вы знаете, я бы не сказала, что на что-то такое. Это наша повседневная деятельность. Это продукты, это вещи, это памперсы. Это проезд на транспорте. Это помощь женщинам, которым нужно уехать. Это дорога и все такое прочее. Ну, я знаю, что вы мне поделились, что получили грант президента Российской Федерации. Так ли это? Что это за грант? Расскажите о нем. Это удивительное дело. Мы подали заявку на грант. У меня как-то были сомнения о том, что мы выиграем. И вот 11 числа мне пришло на почту, что вы явились победителем гранта. Конечно, это накладывает огромное обязательство. Но я надеюсь, что мы справимся с этим. И в рамках этого гранта мы должны будем открыть психологический кабинет. Кабинет психологической помощи, логопедической помощи. Это очень важно для нас, потому что у нас детки. А психологи тоже очень нужны. Вот грант на это пойдет у меня. Насколько я знаю, что у вас не закончилась история из премии «Мы рядом». Так ли это? Я собираюсь подать заявку на сегодняшнюю премию «Мы рядом» ради перемен. Потому что мы не бюджетная организация. У нас нет никаких средств. И благодаря вот таким конкурсам мы можем жить. Нам остается только пожелать удачи вам. Пожелать удачи всем женщинам, всем людям, которые обратятся к вам за помощью. И чтобы у вас были действительно средства для того, чтобы им помогать. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Можно я скажу, поблагодарю именно всех наших друзей-спонсоров, которые нам помогают. Без помощи людей мы бы не смогли существовать. А люди – это самое главное. Они настолько красиво, легко отзываются на помощь, что это очень радует. Ну и также хочется сказать, дай Бог здоровья этим людям, особенно в наши непростые времена. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была директор православного центра Тихвинской иконы Божьей Матери Людмила Саратовцева. К другим новостям. Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержан 52-летний местный житель. Он подозревается в краже автомобиля стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник на электросамокате подъехал к автомобилю, припаркованному возле одного из домов на улице Донбасской. Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, он похитил иномарку, установив поддельные государственные знаки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. За что вы задержаны сотрудниками полиции? 158. А поподробнее? За уголовную машину. А вы вину свою признаете? Нет, на 51-е. Во дворе одного из домов в Москве полицейские обнаружили похищенный автомобиль. Видновским городским судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В городе Видное у кинотеатра «Искра» открылась традиционная ярмарка. В жаркую погоду делать покупки на ней куда комфортнее, чем в душных магазинах. И, как выясняется, сэкономить можно немало. Лето – это не только время года, но еще и тренд, который диктует, как и во что одеваться. Продавцы на ярмарке «Уискры» в «Видном» готовы предложить не только легкие и подходящие погоде, но и модные наряды из самых современных и экологичных материалов. Можно выбрать и сразу готовый образ. Елена Куклина старается сделать так, чтобы покупка для ее посетителей была максимально комфортной. Я стараюсь выбирать натуральные ткани, чтобы дамам было комфортно летом. Я собираю лук. Лук – это образ. То есть вот он собран, образ. И этих образов собранных очень много. Не отстают и другие. Лето, отпуск, море – это, наверное, главный слоган сегодняшней ярмарки. Для тех, кто уже написал заявление на отпуск или только собирается, поход на рынок должен стать обязательным. Сейчас многие переодеваются к отпускам, едут отдыхать. Как раз вот это все актуально. Сарафанчики, легкие платья, одежда, чтобы вышел из моря, одел на купальник, чтобы все тебе было комфортно. Здесь же на ярмарке можно приобрести один из главных атрибутов отпуска на море – купальный костюм. Впрочем, пригодится он и тем, кто в будние дни работает, а в выходные предпочитает проводить на пляже. В первую очередь это то, что хочет покупатель. В вторую очередь это то, что я уже как специалист подбираю хороший купальник, который подойдет к конкретному человеку. Особым украшением нынешней ярмарки является палатка с дизайнерской одеждой. И хотя наряды здесь продаются по сути уникальные, цены совсем не кусаются. А образ свой можно на самом деле сделать неповторимым. Это не как одежда из масс-маркета, которая есть практически у каждого в городе. Она дизайнерская, она выполнена стильно, она шита поликалом, который действительно подходит женщинам, нашим, российским, с нашими параметрами фигуры. Ну и какая же ярмарка без продуктов? На ценниках овощных прилавков можно встретить географические названия со всей страны. Прежде чем это окажется здесь, продавцам приходится немало потрудиться. Где самые качественные? Крым. Сейчас черешня идет, вся крымская. Кубань, клубника. Самая сладкая, самая вкусная. Домашние тамбургские огурцы. Сейчас наша идет. Естественно, что особым спросом пользуется и фермерская продукция. В магазинах такого не встретишь, качество продуктов выше, а продавец всегда готов дать любой товар на пробу. У нас домашнее, частное фермерское хозяйство. Мы делаем сами колбаса, у нас только соль, перец, больше никаких добавок. Окорок тамбовский настоящий, не такой, как привозят, ни водянистый, ни прессованный на костей. И масло мы взбиваем сами, домашнее, шикарное. Ирина Подольская хоть и живет в Видном, на ярмарке у Искры оказалась впервые. Знакомство с ассортиментом предлагаемых товаров начало с сыра. Но останавливаться на этом, по ее словам, не будет. Ну пока я не все посмотрела, я только зашла. Живу в другом районе, а сейчас я иду просто по пути, зашла в ярмарку. Ну и как впечатление, что решили прикупить? Сыр. Очень вкусный. Мне очень понравился. Ну а так, в целом, впечатление от ярмарки? Отличное. Нет ничего проще, чтобы получить свои впечатления от ярмарки. В центр Видного кинотеатру Искры, как говорится, все дороги ведут. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!